всем привет привет добро пожаловать на мой канал меня зовут оля и сегодня мы с вами поболтаем про уходящие фавориты и новинки за этот год здесь у меня и косметика и уход за собой и я надеюсь вам будет интересно в общем давайте начнем потому что видео придется делить явно на две части потому что в одно это точно не уместится здесь очень много всего если вам интересны такие видео не забывайте ваши лайки ставить и писать комментарии сегодня так штормит ужас 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 вот поэтому я надеюсь я справлюсь и нормально сниму это видео чтобы меня поддержать очень сильно помогут ваши хорошие комментарии и лайкосики вот мне будет очень приятно давайте начнем начнем с того что купила обновила я недавно очень мне понравился значит вот эта линейка которую я впервые попробовала в конце прошлого года вот это candle candle вот здесь у меня еще я подкупила шампунь сейчас я стала еще и шампунем пользоваться покупала я это все на и хорби стало все больше и больше меня прибавляться корейской косметики я заметила вот потому что ну на самом деле классная классная очень хорошо к ухаживать за кожей за волосами косметика декоративная постольку поскольку по разному бывает смотря какой у вас смотря что вы хотите смотря чего вы добиваетесь в общем вот так скажу потому что тени у них все-таки немножечко полупрозрачные для меня и я люблю что-то более насыщенное вот в общем все сегодня обсудим не только корейское почему-то я перевела на корейское вот ладно начнем в общем про шампунь хотела сказать пока еще я не поняла его действия именно как для выпадающих волос здесь написано что в составе содержит кофеин но от него очень классный объем он не утяжеляет он не жирнит он при этом нормально хорошо так промыл кожу головы при том что я абсолютно не люблю пользоваться всякими без сл с ними шампунями при том что кожа головы склонная к жирности и сибореи там сиборийному дерматиту и всему прочему она не очень хорошо реагирует на вот эти вот плохо промываемые шампуни без сл с которые там на какомида пропил еще там какомида бетаин в общем вот эти всякие средства поэтому могу рекомендовать у меня значит здесь обалденный запах и думала что может быть только мне один запах понравился в общем у меня до этого было я покупала с запахом белого мускуса по моему white mask вот а сейчас я взяла те которые были уже оставались брала на скидках этот я уже давно брала этот у меня кондиционер обалденное действие сглаживает оставляет после себя потрясающие мягкие волосы не теряющие в объеме действует очень быстро во-первых мне это очень понравилось то что не надо держать по 10 по 20 минут у меня столько времени находясь в ванной нету вот и шампунь мне тоже понравился классный потом остался объем вот и хорошо вычищает написано глубокого очищения кстати сейчас у них там в линейке появились на сайте айхерба еще какие-то средства для ухода за кожей за кожей головы то есть те которые наносите действует как-то как ментол потом вы это наносите все перед мытьем потом смываете вот тоже очень многие хвалят ну пока я к нему не дошла туда потом значит еще из этой линейки хотела вам порекомендовать очень тоже классное масло так вот этот как раз пахнет тем самым запахом который они изначально у них в этой линейке в этой фирме понравился это белый мускус обалденный запах нежнейшее масло для волос после того как вы помыли на влажные волосы наносите и как это сказать в общем вы укладываетесь сушитесь и не могу сказать что он делает что-то такое что в общем чувствуется просто что волосы блестящие защищенные чешуйки закрытые это конечно возможно не морока но ил конечно понятно но очень-очень мне зашло год пользовалась купила по моему в прошлом декабре или январе на сайте тоже если по скидкам то в принципе доступно мне чем понравился еще эта линейка то что почему говорю линейка эта фирма здесь по 500 миллилитров каждая бутылка она вроде как будто не дешевая но при том что она очень экономная ее хватает надолго она стоит своих денег во первых по эффекту по запахам запахи очень дорогих вкусных средств отелей богатых дорогих каких-то пятизвездочных еще чего-то в общем я в восторге от всего от них брала значит я вот этот кондиционер также сайхерба фирма айхерба неплохой конечно но с тем уже не сравнишь у него все равно более какой-то такой как бы сказать не настолько увлажняющий эффект при том что его говорят вот классный нахваливают там чего можно оставлять как маску он питательный я его взяла из-за комплекса витамина b биотина в общем вроде как для тонких истонченных волос который нужно наполнить и все равно от от вот этих средств я чувствую намного больше эффект хотя они в два раза дороже и при этом в общем получается в четыре раза дороже потому что там 500 миллилитров а здесь целый литр но все равно рука тянется к кандалу потом значит на касаемо волос пробовала целый год мне тут немножко осталось вот этой масочки это бестселлер на хербе сайс в общем его нахваливали кто только мог я не верила потому что у меня не знаю все 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 пишут прям всем подходит да и с тонкими и с плотными волосами и с густыми и с не густыми и с тонкими и с тонченными и с чешуйчатыми там как они пористыми и с плотными а я вот на своих волосах попробовала у меня волосы выпадающие тонкие очень объемные из малюсенькой косички значит если ее стянуть она значит превращается во влажности в огромный просто клоунский там какой-то объем не ужасный вот в общем приструнила любые волосы быстро очень действует я уж не верю насколько здесь конечно прям пол полностью натуральный состав здесь написано что масло оливы и авокадо обалденный приятный запах и очень очень потрясающий эффект салонного ухода при этом не перегружает как салонный уход потому что салонный нельзя использовать ежедневно вот этот можно нанести на полторы-две минуты и все и уже заметен эффект после того как вы высушите волосы вы увидите насколько они становятся красивые блестящие не торчащие во все стороны увлажненные и какие-то напитанные действительно глубоко очень действующий такой вообще даже не поймешь как его назвать маска или кондиционер потому что он очень быстро действует и как кондиционер и если дольше вот оставить то и как маску он очень хороший так что я наверное даже бы возможно не против повторить вот за это время значит продолжим тематика кореи пин каньюль одно из первых средств которые я взяла также у меня есть еще их крем увлажняющий а вот что хочу сказать мне очень зашло сначала я честно сказать не поняла в общем это такая сыворотка я ее наношу сразу на руки и на лицо без всяких ваток естественно я давно уже перестала пользоваться вот этими всякими вот этими как это посредниками между сывороткой и лицом во первых это более экономично и зачем тратить вот это вот всякие альга блин альга дон господи катон хлопок дополнительные на это не знаю вот офигенная сыворотка насколько я знаю со строгалом она не делает что-то такого чего чего-то вау но она при этом очень хорошее средство когда у вас немного влажное лицо вы промокнули свое лицо после умывания наносите его иногда я даже спросоне его наношу и он такой немного скользкий сверху все это закрывается кремом или какой-то еще сывороткой у меня здесь много всяких разных кремов сывороток сейчас о них тоже поговорим вот и после него какое-то лицо не такое стянутое такое сухое какое-то более светящиеся что ли ну естественно это можно понять только использую его на протяжении определенного времени сразу вы это конечно не поймете увлажняющий кстати крем от них тоже мне очень понравился на холодное время просто супер тяжело сегодня прям снимать потому что так кружится голова это ужас сложно концентрироваться и переводить взгляд вот снять очень хочется мне уже просто это длится третий день я уже думаю боже уже не могу просто лежать и смотреть в потолок в бок вот короче увлажняющий крем от них тоже топ он не перегружает не перепитывает для жирной сухой комбинированной кожи он подходит потому что она у меня какая-то знаете мигрирующая от очень сухой внезапно мигрирующая к жирной и комбинированной здесь какие-то участки вдруг совсем себя по-другому начинают проявлять и в общем мне понравилось использовать его и летом и в прохладу когда только началась то есть я еще не перешла сейчас на крем на сам вот это будет уже позже наверное в январе феврале очень сильно потому что кожа сохнет и нужно чем-то как-то это восполнить кстати насчет сухой кожи сейчас пока не перешла к этому а значит чтобы не пересушивала я сейчас использую вот такой вот я уже показывала гель для умывания очень мне зашли вот эти всякие с низким ph гели для умывания от косар x 1 от идеалов вот рекомендую попробовать если у вас та же самая проблема зимой здесь у нас отопление нет но почему-то все равно кожа сохнет еще больше чем у меня в россии сохла с отоплением то есть когда дома было 27-30 градусов здесь она у меня еще сильнее сохнет когда дома где-то 17 градусов потому что ужасная какая-то вода плюс она еще во первых в ней все мокнет все плесневеет в этой воде все как они господи салфетки не салфетки тряпки тряпки которыми вы моете посуду моете стол свой они все плесневеть начинают и какая-то слизь начинает образовываться и при этом они эту воду не хлорируют они ее дезинфицируют я так понимаю кальцием очень много кальция оседает повсюду и ее тоже нужно фильтровать и потом когда они ее нагревают это ужасная вода она начинает настолько сушить руки лицо тела все просто в шелуху начинает превращаться какая-то экзема какой-то как вот атопический дерматит но нет я и я посмотрела погуглила нет этот не то просто все от настолько становится сухим что я вся хожу в кремах обмазанная сверху донизу умываться я вот уже поняла что для меня подходит и зимой и летом летом чтобы не пересушивала и не полезли прыщи зимой чтобы не пересушивать и не обезвоживать кожу вот эти вот всякие умывалки очень хорошо у меня прям зашли что касаемо всяких девочки мне тоже писали кто здесь живет что обмазываются все закупаются общем кремами баттерами всякими разными мне тоже где-то там был баттер не помню где он в общем покажу то что есть авино авино все конечно хвалят то что у них какие-то такие невероятные формулы там и пробиотические какие-то и на основе на основе овсянки и и какой-то там димитик он здесь кстати тоже есть хотя небольшой процент но все-таки есть 24 часа увлажнение богатый молентами в общем вот эти наверное моленты и я пробовала пользоваться кирове тот который содержит как он называется я забыла подпишу вот но мне как-то особо я не увидела воздействие ни на руках не на лице мне этого вообще недостаточно вот авино более-менее еще справляется авино еще хорошо с этим более-менее справляется и он настолько одновременно не утяжеляет что я могу и помазать тело и помазать руки и он у меня всегда рядом со мной на тумбочке стоит я ночью просыпаюсь мажу им руки ногти кутикула вот и если есть необходимость вот здесь все сохнет очень сильно я могу даже лицо им помазать вот очень классный и вы чё издеваетесь прошу прощения все-таки живем не в деревне посреди поля где я одна у нас новые соседи тут заехали у нас с ними сейчас тут война тоже происходит не столько с ними с этими странными соседями которые снимают квартиру мы сказали к ним никаких претензий претензий к хозяину квартиры и претензии к тому кто хозяин нанял чувака который сделает ремонт в общем нас стали топить а в итоге те которые из которыми мы пытались найти связь и как выйти на хозяина и на того кого он нанял они нас в итоге эти товарищи решили послать в общем в итоге пришлось им иметь дело уже с нашей страховой и те кто впряжется за нас за отставление наших прав вот касаемо кожи тоже мне очень понравился вот этот я его много раз показывала это дермаби классные средства летом использовала и для того чтобы в общем как это увлажнять и успокаивать кожу после депиляции вот так же хорошо классные средства для того чтобы против шелушения для сухо мамочки для сухой кожи сейчас использую в основном для рук для кутикулы в зимний период немного тут кстати уже остается где-то вот так вот больше половины я использовала и повторила бы потому что очень понравился эффект в общем помогает восстанавливать кожный барьер функции кожного барьера вот хорошее средство не дешевая марка тоже корейская прям корейцы меня удивляют все больше и больше потрясающие какие-то нанотехнологии в плане косметики вот сейчас значит что еще скажу вам по поводу умывания иногда периодически вот из-за того что здесь все вот так вот слушается и при этом у меня постоянно образовываются вот здесь где уши какие-то прыщи какие-то внутренние подкожники пользуюсь любимым моим сочетанием здесь у меня в общем с лициловый такой два двухпроцентный скраб вот от сет ивс тоже все с айхерба у меня чаще всего с айхерба бывают какие-то вещи из косметики сейчас тоже покажу вот возможно увидите уже во второй части потому что чтобы ролик не затягивать в общем хороший скраб очень мне понравился иногда необходимо просто чисто физическое отшелушивание без всяких в общем пользуюсь когда всякими кислотами я заметила кожа начинает как бы обновляться и и нужно именно взять тупо отшелушить а не только пытаться как-то ой капает а не только в общем пользоваться какими-то кислотами потому что именно это запускает процесс обновления допустим гликолевая кислота витамин c ретинол вот это все начинает повышает и шелушение кожи хорошо конечно действует на возрастную кожу на тех у кого проблемы какие-то там в плане акне и всего супер когда я перешла на кислоты сразу заметила что стала меняться полностью моя кожа но при этом скрабы тоже нужны короче это скраб с лицевой кислотой медицинские типа как акне медикейшн в общем лечение акне и абрикосовые косточки которые мелко перемолты но это вообще ни в какое сравнение с тем что нам предложила чистая линия у меня здесь завалялся еще из россии я сравнила недавно думать батюшки тем правда на самом деле только пятки наверное шелушить вот последнее что на сегодня покажу в этом видео дальше продолжу в другом видео это затестила я дэйла круз вот это вот значит это фирма херба или нет или просто херп их продает в общем это витамин е в креме здесь витамина е 10 тысяч единиц условных единиц вот увлажнение очень густой нереально густой в общем такой густой что его даже сложно как-то размазать точно это или не для лица или не для лица или для того чтобы я его смешиваю с другими сыворотками с чем-то полегче у него достаточно сильно выраженный такой аромат немножко подны доедает мне как человеку чувствительным к ароматам запахом всяким вот есть да здесь на лицо кстати предлагают я им мажу руки кутикулу пятки вот здесь я тоже мажу лицо вот эти вот как раз самые места где шелушиться но смешивая допустим другими какими-то сыворотками кремами которые полегче вот этот кремчик кстати намного легче вместе они прям очень хорошо заходит если их смешать и как раз дает необходимое увлажнение то есть допустим это лоб и вот это периферия вся вот такие дела такие рекомендации на самом деле классно и да вот тут написано что некомедогенный и не способствует тому чтобы закупоривались поры и образовывались вот эти подкожники да я заметила что к ворочи кожи от него потом не особо жирнится то есть у меня сразу реакция начинается как-то кожа моя резко из очень сухой начинает перестраиваться в очень жирную если я нанесла какую-то хрень которая содержит не те масла которые необходимы вот все спасибо большое за внимание надеюсь вам понравилось это видео обсудим внизу ссылки все найдете внизу коды если какие-то будут я тоже укажу код на хербе это еп x еп x 78 14 вот переходите смотрите если что-то нравится сейчас перед новым годом я знаю будет тоже какие-то разные акции то на все что есть на сайте то на какие-то отдельные категории после нового года возможно тоже что-то будет какая-то распродажа вот я надеюсь вам понравилось это видео продолжим другом видео часть 2 увидимся там всех наступающим